И мне сейчас надо давать интервью, я не могу. Стоп-то! Стоп-то! Мне кажется, Крадос показал лучший свой бой, в принципе, в карьере. Слушай, а чем завершилась история с Альфредом? Им занялся следственный комитет. Я никакие заявления не писал. Мы общались с Владимиром Минеевым. Он держал руку на пульсе. Доброе про Анатолия сказать, хорошее. Интересный вопрос. По хайпе вокруг сериала «Слово пацана»? Мой отец, он непосредственно главный участник всех этих событий. Вражеских людей берут в кольцо, играют песни «Киракум». Припев, все разом начинают их гасить. А когда же Даня Реквиз сделает себе зубы? Просто мармелад ел. Самое страшное слово, которое можно было назвать человеком, это было слово «черк». И прокричит то, чему этот бой наслуживает. Только! 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 Пятый раунд! Десять секунд! 48-47, доктор, 50-45, третий судья, доктор Каги Логинова. Ну, поделись впечатлением от главного боя. От главного боя, да, мне был главный бой понравился, зрелищный. Кратос вообще удивил, приятно удивил. Я думал, начнется с первых там секунд рубка, драка. Что ему все удается, ну, 5 раундов он рассчитывал на свои силы, на 5 раундов, хотя доктор тоже подустал. Потом еще Кратос пропустил по печени такого хорошего удара. Виделось, что он подсел. Такой высококлассный, техничный бой был. Мне понравился. Вот, никакой грязи не было, все четко, на увлажнении. Если не ошибаюсь, в свое время ты же хотел боя с Кратосом, или до сих пор бойишь? Нет, такого не было? Я никогда не хотел боя с Кратосом, как бы, предложат подеруть, как бы, а именно хотели боя, я ни с кем не хотел. Никого даю, с тем и дерусь. Он просто что-то газовать пытался на меня. Как в это время, на меня все газуют, как бы, да, я уже привык. У тебя иммунитет выработан, да? Да, 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 когда там кто-нибудь раскукарегается, мне уже все равно. У меня там целая стая петухов во дворе, поэтому иммунитет есть. А что с Марселем Хановым? Ну, типа, вы, по-моему, до сих пор обмениваетесь колкостями в интернете? Колкостями я не обмениваюсь. Да, оттого за лупу рисуют. Ну, вот как ты отреагировал на эту за лупу? Ну, вообще, дно какого-то, ну, грязательный навалял. Ну, как бы, ну, да никак я поражал, посмеялся. Но пришлось думать, чем ответить другому. Более остро, но более интересно, более весело, и все. Что у меня и получилось. Мне сейчас надо отдавать интервью, я не могу. Сейчас нас отведут в огромное местечко, где мы... Мне нужно работать, мне нужно давать интервью. Спасибо, спасибо, что пришел. Давай, давай, скажем так. Чего я не могу? Вот же ты. Ребята, да. Фива не налили его. Мы Ярослава не потеряли, вот у меня. Доктор! Доктор! Так, слушай, ну, чего ждал от Кратоса и что в итоге получил? Кратос показал больше, чем я от него ожидал. Даже так. Но, мне кажется, Кратос показал лучший свой бой, в принципе, в карьере. Ну, это был невероятный поединок. Непонятно, из чего он сделан, откуда у него такой держак. Он ни разу не моргнул глазом, пропуская очень серьезные удары. Поэтому, ну, я считаю, Кратос должен быть доволен своим выступлением и только собой гордиться. Плюс ко всему, ну, у него были очень хорошие слова после боя, где он достойно принял поражение. Ну, у меня нету сейчас каких-то нареканий по Кратосу. Ну, сложилось впечатление со стороны, что будто бы недостаточно давил с первого раунда. Просто Кратос как обычно выходит на бои и сразу начинает давить на бои. Просто учитывая, что Тимур ни разу не доходил дальше второго раунда, я думаю, да нет, все правильно делал Сергей. Он как раз после второго и включился. Смотрел, посмотрел, что к чему. Ну, на мой взгляд, он забрал третий и пятый раунд. Я отдал, ну, два-три, я считаю, по раунду, 48-47. Это как я оценил этот поединок. Даня, подвези, точнее, итоги этого года. Лучший турнир на твоей сборке? Лучший турнир вообще в принципе Топ Дога – это турнир в Уфе. Не только в этом году, это в принципе лучший турнир Топ Дога. Это лучший турнир в истории Топ Дога, потому что я после этого турнира, ну, неделю просто лежал. Ну, он для меня оказал сильное эмоциональное потрясение, на самом деле. Я вот за сколько было турниров, не было ни разу, чтобы я так себя чувствовал после их проведения. А лучший бой года? Ну, пока что, мне кажется, это баварский снайпер «Самурай-2». Надо будет рассмотреть. Ну, мы будем делать, естественно, номинации. Будем все это подсчитывать. Лучший нокаут, лучший бой, лучший боец, лучший дебют. Это все будет. И надо просто изучить этот момент. Но пока что мне помнится главным претендентом баварский снайпер «Самурай». Лично я тоже, в том числе, ждал твоего боя, твоего возвращения. К концу года, да. К сожалению, да. К сожалению, не получилось. Ну, я бы не сказал, что к сожалению, потому что все, что не делается, все к лучшему. Все в жизни происходит не просто так. И значит, это будет в следующем году. Вот и все. Все-таки руку недолечил из-за этого не смог. Нет, руку я недолечил. Ну, сейчас попробую начинать возвращаться в тренировочный процесс с тем, что я имею. И будем надеяться, что в первой половине следующего года. Слушай, а чем завершилась история с Альфредом? Просто я перестал следить. Ну, этого достаточно. Ну, все, ну, это как устроим. Ты перестал следить. Просто последнее, что я помню, он якобы выкладывал твой адрес проживания. Знаешь, чем это закончилось? Это закончилось тем, что им занялся Следственный комитет, и все думали, что это было с моей подачи. А посмотрев интервью Анатолия, ну, должно быть, станет всем понятно, кто на самом деле этот вопрос регулирует, и кто, в принципе, в этом заинтересован. Я никакие заявления не писал, но мне это неинтересно в данном случае. Я высказался у себя в Инстаграме, и после этого для меня лично все и закончилось. Я спрашивал у Владимира Минеева, и, как я понял, это его была инициатива позвонить тебе и поддержать. Да, 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 мы общались с Владимиром Минеевым. Он держал руку на пульсе все первое время. Был на старте, несмотря на то, что у него был поединок с Таштарковым. Он хотел устроить себе еще, видимо, какой-то. Но Владимир Минеев принимал, на самом деле, активное участие. Спасибо ему большое. Респектую, поддерживаю. А еще вот запомнилась история о том, как ты решил помочь бывшему бойцу Харккора Эмиль Бокшиев, по-моему. Да, я знаю, да. Ну, естественно. А как, ну, как вышла идея? Да мне, ну, изначально сказали, еще до того, как это было в средствах массовой информации, до меня дошла эта информация, ну, дошла эта весть. И я вначале в нее не поверил. Ну, мне стало интересно посмотреть за этим, когда это выйдет в официальных источниках. А потом я увидел, увидел масштаб, на самом деле, трагедии, потому что мне сказали, что это происходило вообще на маленькой скорости. Не понимаю, как так получилось, что такие увечья он понес. И я уже тоже где-то говорил. Ну, я просто сам ездил на мотоцикле, я неоднократно попадал в аварии. И бывало, что мне снились сны, когда я попадал в такие аварии, что у них были тяжелые последствия. Я попадал в аварию, когда был вынужден две недели ездить на инвалидной коляске. И у меня частично были, ну, отказали ноги на какое-то время. Ну, и просто я очень хорошо понимаю, в какой ситуации... Ну, близко могу постараться понять, в какой ситуации он оказался. И поэтому, ну, хотелось просто как-то поддержать человека. Вот и все, потому что, ну, эта проблема, она мне как-то откликается у меня. Вот и все. А все? Почему не ты, не твоя команда не стала афишировать вот эту историю о помощи? Зачем? Это же было как? Мы спорили перед боем Олега с Джанго. И когда Джанго ни разу не упал, он сказал, дайте деньги на благотворительность. И, ну, я считаю, это лучшее место, куда бы их можно было отдать. Да смысл это афишировать, просто зачем? Обратная реакция от Хабкора или от Анатолия, может быть, была? Нет, с чего это было? Нет, но все-таки мир ассоциируется все-таки с хардкором. Так да, понятное дело. Но я ему пожелал, я с ним созвонился, когда ему передали, потому что я тогда снимал «Самурая в Уфе». И я ему сказал, что самое крутое, что можно сделать, и я считаю, это все возможное, ну, ему, по крайней мере, все по плечу, это провести поединок, когда мы с ним созванивались, что-нибудь встать на каких-то нормальных протезах, это прийти к тому, чтобы подраться один раз. Это было бы очень интересно, и это, мне кажется, очень бы ему самому помогло. Слушай, вот в течение года мы у тебя неоднократно спрашивали про Анатолия Сиганова, и было сказано в том числе много громких слов в его адрес. Не таких уж и громких. А скажи что-то доброе и хорошее о нем. Доброе про Анатолия сказать хорошее? Интересный вопрос. Ну как, не знаю, насколько доброе. Анатолий хороший бизнесмен. Это я могу о нем сказать. Хороший бизнесмен. Больше мне пока о нем ничего доброго в голову не приходит. Ну как я могу сказать о нем, что это доброе? Он же человек, который представляет темную сторону. Он же Дарт Вейдер. Лорд бизнес. Анатолий – это лорд бизнес. Посмотрите лего-фильм, посмотрите на лорда бизнеса, и вы увидите Анатолия. Разве можно про лорда бизнеса говорить что-то хорошее? На последок хотел бы у тебя спросить о хайпе вокруг сериала «Слово пацана». Почему-то я сразу, когда вот хайп начался, первое, о ком я подумал, это ты и твой отец. Да. Потому что вы родом из Казани, и вы ассоциируетесь с этим сериалом. Ну я ассоциируюсь, а мой отец, он непосредственно главный участник всех этих событий. И то, что показано в сериале, скорее я как-то чуть-чуть в этом участвовал, потому что это все-таки довольно детская история. И это выглядит как лишь те отголоски, которые были в Казани, когда там уже рос я. И то частично, потому что большую часть жизни я в Москве пребываю. А мой отец застал, ну и был непосредственным участником гораздо более жестких действий. И при формировании группировок. И все-таки это лишь очень маленькая вообще детская часть, которая была показана в сериале. И хорошо, потому что все было гораздо жестче. Это, ну, Казанский феномен. И именно Казань, родоначальник вообще всего этого движения. Хорошо, что об этом сняли сериал. Но в этом ничего на самом деле романтичного и веселого нет, как сейчас думают дети. Понятно, видно, как они его закончили. Пусть все делают свои выводы. Потому что на самом деле, ну, вся эта дорога в 90% случаев приводит к смерти, либо к зоне. А отец что рассказывал, что он вспоминает? Отец много чего рассказывал. Он сейчас пишет книгу, как раз мемуары свои, где... Он это начал еще до... Он уже заканчивает писать, уже дописывать. До того, как был сериал. И, ну, он непосредственный участник вот этого ледового побоища, которое там мельком показано. Дедролись, по-моему, 250 на 250 человек. И, ну, типа вот, когда он об этом мне рассказывал, его прям будоражило просто. Ну, было видно, что... Воспоминают, он говорит, будут даже мурашки. Есть одна прикольная история, которую я могу рассказать про дискотеки. Не знаю, как он к этому отнесется. Но когда на дискотеках замечали какую-то как раз таки вражду... Ну, людей с враждующей группировки. Там... Не все, как попало в каких угодно шапках. А у всех вот эти как раз головные уборы, они были отличительным признаком, насколько я знаю, группировок. И когда на какой-то вот этих танцах замечали человека там с вражеской территорией, то об этом просто, во-первых, ходили, всех предупреждали. И у... конкретно... У каждой была своя песня. И у моего отца было... У их содружества была песня «Каракум». И ты подходишь к диджею, там ставится «Каракум». И как бы все твои товарищи, они знают, что нужно делать. Это все берется в кольцо. И, ну, эта история, она на самом деле меня вообще поразила и очень мотивировала. Он мне ее рассказал, когда я ехал прородить свой первый бой на бодимании. И суть была в том, что вот так вот вражеских людей берут в кольцо, играют песни «Каракум». И на припев, я не знаю, знаешь, что это песни, там эти «эй-эй-эй-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э...» И на этот припев все разум начинают их гасить. И это, ну, когда я представляю себе эту картину, и... Ну, тогда были другие времена, другие люди. Как бы... это очень интересно. То, что там есть в этом сериале маленький момент о том, что... Они там что-то готовы, не готовы, что-то они один раз там позанимались на площадке. На самом деле все проходило так, что там была строжайшая дисциплина. И все ходили, просто в 6 утра бежали в лес и там ковали себя, ковали свою стержень, все тренировались. Ну, поэтому не совсем сериал отобразил достаточно полную всю эту ситуацию. Еще два коротких вопроса. Во-первых, по поводу твоего имиджа. Есть ли у тебя стилист или кто-то, кто тебе делает образ? Наш образ делается совместно с талантливым человеком. И большая часть все-таки лежит работой на нем. Мне в этом всем помогает ювелир, фотограф, стилист, супермен, Марфин, дживлери. Знаешь, ты как? Артем Марфин, он у нас занимается и фотографом. И он же делает нам чемпионский перстень. И в принципе, вот колечко, так же делает он. Человек, талантливый человек, талантлив во всем. И в том числе этот образ просто буквально вчера мы заехали и за час слепили. Неоднократно замечал такие комментарии, как, а когда же Даня Рыгбис сделает себе зубы? Выровнят ли? Так, так это моя фишка, зачем мне их делать? У меня, смотри, представляешь, новые приблуды. Я ел мармелад, я уже старый. Чувствуй. Просто мармелад ел. Просто отвалился кусок зуба. То есть не хочешь все выровнять? Да я еще это не сделал, когда я это выровнять буду. У меня были брекеты. Просто я их носил, должен был год, и носил три, потому что они у меня постоянно отлетали. И, ну, это не для меня эта тема. И, ну, где бы я буду делать зубы, если я и буду делать зубы, то я их буду делать тогда, когда я буду точно понимать, что больше не буду драться. Зачем я сейчас делать зубы? Слово чушпан-то, было такое слово? Отец мне рассказывал? Конечно, было. И во флёр было. Самое обидное слово, которое было, я его в сериале, по-моему, ни разу не слышал, но когда я рос, самое страшное слово, которое можно было назвать человека, и если ты его слышишь, что кто-то кого-то так назвал, то сразу у всех повышенное внимание к этому процессу, потому что отмыться от этого можно, но за это сразу надо же бить. Только так ты можешь, как бы, от этого отмыться. Это было слово чёрт. Чёрт. Да, если ты кого-то называешь чертом, это самое страшное, как ты мог его назвать. За это сразу бить надо, как только тебе говорят, что ты чёрт.